МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следом, отопление появилось и в многоквартирных домах. Резкое похолодание не застало коммунальщиков врасплох. К сезону они были готовы. Были сложности с запуском двух частных котельных. Но, тем не менее, подключили к этому вопросу прокуратуру. И в итоге проблема тоже была устранена. Сейчас все жители округа получают тепло. 23 сентября сбой в подаче тепла произошел на ведомственной котельной. Без отопления остались 10 многоквартирных домов и детский сад в поселке Гарь-Покровская. Справиться с нештатной ситуацией удалось в кратчайшие сроки, всего за сутки. Еще одна хорошая новость для жителей микрорайонов Трехгорка и Сколковский. Заключен контракт и получено разрешение на строительство и реконструкцию улицы Чистяковой. Дорогу по итогам этих работ расширят. Значительно устроят новые автобусные остановки. Стоимость проекта более 1 миллиарда рублей. И работы будут закончены в четвертом квартале 2022 года. Еще один вопрос в повестке народных избранников о предоставлении льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на маршрутах в 2021 году. Я ранее уже выходил в совет депутатов с рекомендацией, чтобы мы заключили такое соглашение. Такое заключение, докладываю, сегодня уже заключено. А данное решение позволит нам получить межбюджетные трансферты для оплаты и покрытия компенсации перевозчикам. Прошу проголосовать за данное решение. За принятие проекта решения по этому вопросу Одинцовские депутаты проголосовали единогласно. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.